Белые пятна в истории России. Году российской истории посвящается. Указом президента России 2012 год объявлен годом российской истории. Резонно. Ибо в истории великой державы не должно оставаться белых пятен. Ни в российской, ни в советской, ни в постсоветской. А ведь они есть. Итак, год 2012. Год российской истории. Вернемся на 110 лет назад. Год 1902. Русский царь Николай II издал указ о конфискации имущества армянской церкви и о закрытии армянских школ. А ложен запрет на деятельность армянской церкви. Русская православная церковь предает ее анафеме. В 1903 году была экспроприирована собственность армянской церкви. Что же случилось? Что Николай II пошел на столь радикальные меры, вопреки политике своего деда Николая I. Дело в том, что накануне первой русской революции во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу были обнаружены тайники оружия, боеприпасов и легальные типографии. Царское самодержавие поняло, что так называемые стихийные волнения на Кавказе управляются из-за рубежа и осуществляются через армянские организации, главным образом через Дашнак Цутюн. О злодеяниях четников и террористов с болью писали родитель русского дела на Кавказе Величко, член-корреспондент Императорской Академии Наук Капчелев, доктор церковной истории Анинский, известный кавказовед Конадеев, редактор газеты «Московские ведомости» профессор Будилович и другие. Но сегодня эти авторы мало цитируются. И эта страница российской истории остается белым пятном. Говоря об этом, необходимо оглянуться ровно на сто лет назад. Год 1912. В Петербурге идет грандиозный судебный процесс над партией Дашнак Цутюн с привлечением 159 обвиняемых и 850 свидетелей. Представьте, каких масштабов достиг кровавый террор армянских националистов на территории России в первом десятилетии 20 века. И обратите внимание, это началось еще в 19 веке, задолго до названного судебного процесса в Петербурге. А теперь оглянемся на 130 лет назад. На сей раз другой царь, Александр III, принял решительные меры против армянского национализма и в 1882 году дал соответствующие указания министру внутренних дел Толстому. В конце 80-х распоряжением правительства почти все армяне были уволены с высоких государственных должностей. В 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ. В марте 1889 года вышел царский указ об исключении истории и географии Армении из школьных учебных планов. Эти жесткие меры были адекватным ответом на коварные намерения Дашнаков подорвать устои российской государственности. Жупелом армянского националистического движения стал террор. Последовала череда покушений на государственных чиновников. В октябре 1903 года волна террора достигла своего первого пика, когда член партии Гнычак тяжело ранил царского наместника на Кавказе, князя Голицына. Получивший кинжальные удары в голову, князь вскоре скончался. Походившим тогда слухом, террористы вынесли решение обезглавить Голицына и выставить его голову на Ереванской площади в Тифлисе. Дело в том, что в 1897 году Голицын обратил внимание царя на то, что в Тифлисе и в Баку армяне захватили всю власть. Вот почему он издал указ о полном отстранении армян от участия в городских выборах. Нападение армянских террористов из партии Дашнак Цутюн на царских чиновников вынудило Николая II запретить деятельность Дашнак Цутюна. И долгое время партия была вне закона. С вступлением на должность генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева армянские террористы получили карт-бланш, и Кавказ в конце 80-х стал с точностью напоминать потопленные армянскими террористами в крови Кавказ начала 20-го века, за что тогда Николай II запретил армянские организации и церковь. В 1988 году на этой крови офис Дашнак Цутюн переехал из Афин в Ереван, и это событие было торжественно преподнесено по программе «Время» главному рупору советского государства. Таким образом, партия, запрещенная за систематическую подрывную деятельность против российской государственности, вернулась на политическую авансцену Российской империи в канун развала СССР. Уже в независимой Армении Дашнак Цутюн запретили вновь. В 1994 году сделал это тогдашний президент Т.Р. Петросян, опять-таки за подрыв государственности. Однако после его ухода в 1998 году и по сей день Дашнак Цутюн является системой образующей партии в Армении и задает тон непримиримости на переговорах по Нагорно-Карабахскому конфликту. И здесь лежит белое пятно, требующее разъяснения. За этим белым пятном многовековая история каваства и фальсификаций, которые предстоит раскрыть в год российской истории. Редактор субтитров А.Семкин В разные периоды истории России армянские националисты пытались подорвать устои российской государственности. И каждый раз, когда их деструктивная деятельность доходила до пика, обладатели российского трона принимали волевые решения против разгула армянского экстремизма. Об этом свидетельствуют соответствующие указы императрицы Елизаветы, царей Николая I, Александра III, Николая II. Оглянемся на 270 лет назад, в 1742 год. Императрица Елизавета Петровна издала указ об упразднении армянских молелин и церквей. И вновь белое пятно. Что же побудило дочь Великого Петра всего через 18 лет после отцовского решения об особом покровительстве армянам и переселение их на перешедшие к России кавказские земли принять столь радикальные меры против них, не сепаратистские ли тенденции в деятельности Григорианской церкви? Интересно проследить, как две похожие истории повторились с разницей почти в 150 лет. И суть их в том, как армянские националисты веками умело втягивали Россию в свои козни. Итак, Николай I в угоду армянам предпочел одну церковь другой, армянскую-албанской. А другой глава, уже Советской империи, Михаил Горбачев предпочел одну нацию другой, армян-азербайджанцам. А это самоубийственно в стране, в которой проживало более ста национальностей. В результате пошла цепная реакция по всему Советскому Союзу. Есть в этих историях и существенные отличия. Горбачев до конца шел на поводу армянских сепаратистов. А Николай I, который сначала в 1828 году упразднил азербайджанские ханства и на их исконных территориях создал армянскую область, все же понял опасные последствия данного проекта. Вот почему в 1840 году армянская область была упразднена, и весь Южный Кавказ был разделен на Каспийскую и Грузино-Эмиритинскую губернии. И здесь лежит белое пятно. Оно скрывает сепаратистские устремления, усилившиеся на тот период армянской церкви, которая замышляла создать на территории России самостоятельное армянское государство. К сожалению, до сих пор замалчиваются, способствовавшие указам подробностей о злодеяниях, совершенных армянами в прошлые века. И они все еще лежат белым пятном в истории России. В частности, по сей день замалчивается то, как царю Николаю I был искусно преподнесен особый проект тайного советника, попечителя Лазаревского института восточных языков, армянина Христофора Лазарева. Создать автономную армянскую государственность на азербайджанских землях. Вот откуда исходило название армянской области там, где Армения никогда не существовала, и титульной нацией испокон веков были азербайджанцы. Убедительным доказательством тому является медальон взятия крепости Иривани, отлитый в 1829 году на Каслинском заводе на Урале. Посмотрите, мусульманские мечети на медальоне Российской империи показывают, каким был Скайлайм Иривани. Упоминая о Христофоре Лазареве с его проектом по созданию армянской государственности, следует упомянуть историю с армянским бриллиантовым следом. Первый инцидент произошел 240 лет назад. Граф Орлов преподнес имениннице Екатерине Второй огромный алмаз. Тогда императрица и ее фаворит тщательно скрыли от всех, что алмаз куплен у армянина Ивана Лазарева за миллион золотых рублей из казны кабинета двора. Доподлинно известно, что ранее этот алмаз был украден из сокровищницы персидского правителя Наадершаха сразу после его убийства и, как ни странно, оказался в Стокгольме у армянского купца. Затем сокровище было продано Российской императрице за баснословную сумму. И здесь есть белое пятно. Деньги русской казны, русского народа, заплаченные за украденный алмаз, были вложены в строительство армянской церкви на Невском проспекте в Петербурге. Другой бриллиант был подарен армянами первой леди, теперь уже Советского государства, Раисе Горбачевой во время официального визита Михаила Горбачева в США. Всем на удивление, Раиса Максимовна выбрала для посещения диаспору в США не крупнейших народов Советского Союза, русских, украинцев или других, а самого малочисленного в СССР, армянского народа. И вот какое унижение ждало Горбачевскую чету через несколько месяцев. Увидев, что Горбачев не в состоянии передать на горных коробах Армении, на главных площадях мятежной области, сепаратисты выставили плакаты «Раиса, верни бриллиант». В итоге официальному Кремлю в центральной прессе пришлось объяснять, что подарки, которые дарятся первым лицам СССР, передаются в специальное хранилище государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Со времен Петра I Российская империя хотела переселить на Кавказ христиан, а получилось, что переселила только армян. Сразу после взятия крепости Эревани, после подписания Туркменчайского договора, российский генералитет обращался с воззваниями ко всем проживавшим в Персии христианам, айсорам, албанцам, с предложением переселиться на Кавказ. Но полковник Лазарев при поддержке других высоких военных чинов армянского происхождения сделали все для того, чтобы были переселены только армяне. В 1828 году начался процесс переселения армян из иранской области Марага в Эревань, а также Нахчевань и Карабах, на которые Армения по сей день претендует. Переселение именно на эти, исконно азербайджанские территории, было отмечено еще в обращении к христианам Персии полковника царской армии Лазаря Лазарева. Монарх российский дает желающим переселиться надежное, спокойное и счастливое убежище в его государстве, в Эреване, Нахичеване и Карабахе, где сами изберете, получите вы в изобилии хлебородную землю. В 1978 году сами армяне установили памятник в честь 150-летия своего переселения в Карабах именно в селе, которое они называли Марагой. Посмотрите, эта надпись гласит «Марага-150». А через 10 лет, как только развернулось сепаратистское движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении, памятник сразу же принял другой облик. Надпись была стерта, потому что слишком явно указывала на пришлость армян, которые в 1988 году начали претендовать на отделение земель, на которые их пустили в 1828. Архивы Екатерининского периода правления посвечивают белое пятно. Документально установлено, что при Екатерине II Российская империя намеревалось возродить не армянское, как убеждают армянофилы, а албанское царство, отдавая дань албанской православной церкви, древнейшей во всем христианском мире. В проекте князя Григория Потемкина по этому поводу сказано, «Воспользуясь персидскими неустройствами, занять Баку, Дербент, другие земли, захваченную территорию назвать Албанией, будущее наследие великого князя Константина Павловича». Российские правители были осведомлены о сепаратистских притязаниях армянства и по логике никак не могли ратовать за восстановление того, чего никогда не было на Кавказе, то есть армянского государства. Однозначно им дороже была Албания с ее апостольскими христианскими традициями. Между тем, в историях армянского народа этот факт сфальсифицирован и преподнесен как намерение царского правительства якобы восстановить Армению с целью привлечь на свою сторону христианское население за Кавказе. После того, как с позволения албанского патриарха и с разрешения правителя азербайджанского государства Карагоинлу Чахан-Шаха в середине 15 века армянский католикос перевез армянскую церковь из Киликии на древнеалбанскую землю Вичмейдзин, на Южном Кавказе был создан полигон для реализации экспансионистских планов армянской католической церкви. Дело в том, что католическое крыло армянской церкви в основанной 18 веке при поддержке римского престола разработала план по уничтожению авторитетного духовного института на Кавказе в лице албанского католикосата. Для осуществления своего коварного замысла по разрушению ослабшего к тому времени албанского престола она сделала ставку на Россию, которая только пришла на Кавказ и начала разрабатывать политику в новом для себя регионе. Николай I проникся доверием к армянской католической церкви и при этом не подозревал, что ее действия совпадают с устремлениями враждебной Николаю римской католической церкви, намеревавшейся разместить прямо в подбрюши России угодную ей армянскую церковь. Упоминая о Николае I, отметим, что именно он в угоду армянам фактически уничтожил албанскую церковь, имеющую апостольское происхождение. Это была древнейшая церковь не только Кавказа, но и всего христианского мира. 1836 год вошел в историю России двумя датами. Как год десятилетия коронации Николая I, в честь чего были выпущены памятные золотые монеты, и как дата подписания рескрипта об упразднении албанской патриаршей церкви. И сразу все албанские церкви стали армянскими. Албанские надписи были заменены армянскими. Таким образом, на руинах албанской церкви укрепилась армянская, которой до 15 века на Кавказе никогда не было. И тогда тоже армянские вордопеды и мелики ловко воспользовались политическими амбициями России в свою пользу. В результате, сквозь сегодняшнюю призму, история присоединения Кавказа к России иной раз расценивается как история дискриминации азербайджанцев со стороны России. И здесь лежит белое пятно, требующее разъяснений в год российской истории. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня столица Армении, Ереван, единственный в мире город на воде. Заново отстроенный на руинах чужой цивилизации, на исконно азербайджанских землях. В 2011 году в Азербайджане отмечалось 500-летие Эреванской крепости. Крепости, взятие которой сыграло решающую роль в победе Российской империи в русско-иранской войне. Крепости, оставившей яркий след в истории литературной России. Великий русский художник-баталист Франц Рубо, создатель Бородинской панорамы, оставил будущим поколениям единственный на сегодняшний день живописный документ-картину с дачи о крепости Эреване 1 октября 1827 года. Вот она, Эреванская крепость с куполами мечетей. На полотне сохранен более подробный, чем на маленькой медали, облик азербайджанского города-крепости Эреван, возведенного 500 лет назад. В 1504 году глава азербайджанской династии Софивидов Шах Исмаил поручил своему полководцу Эревангулу-хану построить крепость на скалистом берегу реки Заньги. Тогда никто не ведал, что через 400 лет здесь, на исконно азербайджанских землях, обоснуются армяне, разрушат крепость, а Заньги назовут Розданом. Крепость была возведена за 7 лет и названа в честь Ревангулу-хана Реван, а позже и Реван. Там было 8 мечетей, 800 домов. В них жили только представители титульной нации азербайджанцы. Сегодня в Ереване нет ни ереванской крепости, ни дворца ереванских ханов, ни домов с восточным орнаментом, ни азербайджанских мечетей. Во всех городах мира, с оборонительными традициями, крепости сохранены как историческая достопримечательность, сердце города. А в Ереване этого сердца нет. Оно вырезано. В начале 60-х, в бытность СССР, когда Азербайджан и Армения считались братскими республиками. Теперь это единственный в мире город-крепость без крепости, так называемый древний город без старинной архитектуры. Вот Еревань конца 19 века, а вот Ереван конца 20 века. Это два разных города. Как видите, от Еревани в Ереване ничего не осталось. Благо, что русские этнографы и инженеры отобразили в своих трудах облик азербайджанского города Еревань. Благо, что вице-президент Академии художеств России князь Гагарин, великий русский художник-баталист Франц Рубо, художники Машков, Сергеев, Грушев, передали дух азербайджанства в своих картинах и литографиях. Сегодня все это документальные свидетельства, которые стали своего рода обвинительным актом против армянского вандализма, против разрушителей шедевров древней цивилизации. Сегодня эта фотография тоже стала фактом истории. На ней дата 1927 год. Прошло 100 лет после взятия Еревани России. А дворец стоит в своей яркой красе и стал местом туристического паломничества. На этой фотографии написано, что это достопримечательность Кавказа. Но это не остановило армянских националистов. В 1964 году на этом месте уже дворца не будет. От него останутся лишь несколько каменных глыб. Почему же армянские националисты до основания разрушили Ереванскую крепость, если она действительно относилась к их истории? Ответ прост. Ереванская крепость, так же как и Сардарабадская, дворец Сардара, были намеренно стерты с лица земли только лишь потому, что это были шедевры азербайджанской средневековой архитектуры. И их невозможно было представлять как армянские. Они мешали армянам лгать и переписывать историю подаренного им города. Демократическое правительство Азербайджана фактически подарило армянам древний азербайджанский город Еревань. Ради прекращения войны, которую Дашнаки объявили Азербайджану и Грузии сразу после провозглашения Армянской республики. Это доказывает письмо от 29 мая 1918 года первого главы правительства Азербайджанской демократической республики Фаталихан Хойского министру иностранных дел Каджинскому. С армянами мы покончили все споры. Они примут ультиматум и покончат с войной. Мы уступили им Еревань. Подчеркнем, что через два года после этого события премьер-министр Хойский был убит в Тифлисе армянским террористом. Подчеркнем и то, что армяне 28 мая 1918 года объявили о создании независимого государства на Кавказе, не имея здесь ни своей территории, ни политического центра. Они обосновались на Кавказе, поняв, что создать Армению в Малой Азии не удастся. Им нужна была столица, и эту столицу подарил им Азербайджан. Несмотря на все перечисленные факты, Азербайджан не предъявляет территориальные претензии к Армении. Об этом неоднократно с высоких политических трибун заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Мы не заримся ни на пять территорий Армении, несмотря на то, что Ереванское ханство, Зангизузский магал, Геочинский магал – это наши земли, на которых армяне создали государство. Современная Армения и ее столица Ереван громоздятся на уничтоженных азербайджанских топонимах, на разрушенной азербайджанской культуре и приармяниной албанской архитектуре, на останках сотен тысяч истребленных азербайджанцев. КОНЕЦ 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 Несмотря на взятие Ереванской крепости, русская армия не стала ее разрушать. Даже после упразднения ханства, образования Армянской области, а затем Ереванской губернии, крепость оставалась сердцем города. И только после того, как на исконно азербайджанских землях в ноябре 1920 года была образована Армянская ССР, началось тотальное переначивание древних азербайджанских топонимов и разрушение образцов азербайджанского зодчества. Обратите внимание, свои акты вандализма армянские националисты искусно прикрывают Россией. Все возведенное на руинах азербайджанских памятников они называют российскими наименованиями. Это стало очевидным на церемонии открытия площади «Россия» в Ереване в 2008 году. Когда-то в этом районе была Ереванская крепость, в ней стоял русский гарнизон. Именно в гарнизонном театре впервые поставили горе от ума Грибоедова. Автор тоже был в зале. Ни зал, ни крепость не сохранились, но с сегодняшнего дня эта площадь будет называться площадью России. Символично, что здесь совсем рядом когда-то находилась Ереванская крепость, история которой отображает всю широту армяно-российских отношений. Ведь это крепость, на которой русское знамя впервые взвелось 1 октября 1827 года, и где стоял русский гарнизон генерала Паскевича, являлось также и местом, где впервые была поставлена бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума в присутствии автора». Вероятнее всего, высшие политические истеблишменты и общественность России не вникли в суть того, что сказал Саркисян. В Баку же это заявление вызвало негодование, ведь Саркисян назвал уничтоженную азербайджанскую крепость символом армяно-российских отношений. А где крепость? Ее нет. Дело в том, что с подачи Армении россияне могут ошибочно полагать, что Ереванская крепость существовала со времен Римской империи, и ее разрушило время. Однако она стерта с лица земли самими армянами, хотя по своей мощи могла бы простоять несколько тысячелетий. Нонсенс, не правда ли? Назвать символом дружбы двух стран то, что вандальски разрушено ими самими. Как видим, Саркисян признает, что площадь России построена на месте Эреванской крепости, но при этом пытается представить азербайджанскую крепость как памятник армяно-российским отношениям. Саркисян рассказал президенту России Дмитрию Медведеву о доме, в котором была показана единственная при жизни Грибоедова постановка горе от ума, но при этом он скрыл, что речь идет о роскошном дворце Эреванского хана. Вот как описывал прекрасный дворец Ордара Александр Грибоедов в письме Бегичеву от 4 февраля 1819 года. И потолок, и весь зал расписан многими японскими узорами. Слева ставни занимают всю продолговатую стену. В них цветная слюда перемешана с резьбою и с наклеенными каймами. Это окна. Прямо против входа камин. В правой, тоже длинной стене, выемка в полукружье, в котором выпуклый потолок представляет хаос из зеркальных кусков. И там камин. На всех стенах в два ряда один на другим картины. Похождение Ростома, персидского великана. А ведь армяне могли бы из уважения к памяти Грибоедова оставить дворец и установить мемориальную доску, свидетельствующую о важном факте русской истории и культуры. После этой постановки дом Сардара стал своего рода храмом, в котором многомиллионные народы советского и постсоветского пространства могли почувствовать атмосферу высокого духовного наследия поэта, цельных декабристов, поставивших эту комедию. Далее Саркисян сказал, сегодня эта площадь становится еще одним символом верности традициям тысячелетнего братства и духовного родства наших народов. Точно так же, как и знаменитый собор Василия Блаженного на Красной площади с его прекрасными пределами, один из которых носит имя Григория Просветителя. Так что же получается? На Красной площади в Москве есть предел Григория Просветителя, и это свидетельство дружественного отношения России к Армении. А возле площади России в Ереване была Ереванская крепость, достопримечательность российской боевой истории. Был дворец, связанный с именем Грибоедова. В данном контексте был, была означает разрушена. И это армянское проявление бережного отношения к символам дружбы двух народов. Вот макет Ереванской крепости в историческом музее Еревана. Здесь пока еще есть купола мечетей. Наверняка макет сделан до 60-х годов, периода подъема армянского национализма. А вот 71-й год. Глава СССР Брежнев смотрит макет площади, которую назвали именем Ленина. На ней уже нет признаков древней Еревани с мечетями и стоявшими на этом месте красивыми домами с восточной вязью. Таким образом, вандальски зачищенную от признаков мусульманского зодчества площадь руководители советской Армении в этот раз прикрыли именем Ленина. 2008 год. Теперь уже другой руководитель российского государства, президент Дмитрий Медведев, приглашен на открытие другой площади. На сей раз она называется Россия и тоже построена там, где была Ереванская крепость. Так что же получается? В Армении называют Россией отутюженную, зачищенную от шедевров средневековой азербайджанской архитектуры площадь, и таким образом армяне заставляют Россию подписаться под тем вандализмом, которого она не совершала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok За прошедшие годы все образцы азербайджанского зодчества были стерты с лица земли. Вот какова сегодняшняя Армения. Страна новодел, к тому же мононациональная страна. И это выглядит как нонсенс на фоне пестрой этнической карты Кавказа, где даже соседние села говорят на разных языках. Окруженная с четырех сторон многонациональными Ираном, Турцией, Грузией, Азербайджаном, мононациональная Армения смотрится как пятно, что является кричащим доказательством прошедших здесь этнических чисток против мусульманского населения. И сегодня эта страна, которой нет ни одного турка или азербайджанца, обвиняет в геноциде армянского народа соседнюю Турцию, где десятки тысяч граждан Турции, армянской национальности, и столько же незаконных эмигрантов из Армении благополучно работают и процветают. Более того, Армения фактически сама предъявляет территориальные претензии к Турции, хотя бы потому, что на гербе ее красуется гора Арарат, а это сбивает с толку миллионы людей, которые ошибочно думают, что Арарат находится в Армении, а ведь эта гора стоит в Турции, и уже данный факт кричит об подлоге Армении. Таких подлогов много в истории, культуре, кулинарии Армении. И, к сожалению, миллионы людей становятся жертвами подобного рода подложных фактов, в первую очередь с подачи телевидения и всех других средств массовой информации. Проблема в том, что крупнейшие телеканалы России и всего мира даже не подозревают, в какие сети лжи попадают они сами и принимают за чистую монету чистейший армянский подлог. Здесь вы видите, как на месте православной церкви и азербайджанской мечети строится кинотеатр Москва. Это 1946 год, и в советской Армении уже начался процесс тотальной этнической чистки азербайджанцев руками России. Начинается единовременное тотальное вымарывание абсолютно всех признаков азербайджанства людей, топонимов, архитектуры, истории. Этническая чистка топонимов представляла собой процесс изменения азербайджанских топонимов на армянские. И этот процесс длился до начала 21 века. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть, например, в советский энциклопедический словарь. Как мы и говорили, здесь написано, что Роздан раньше назывался Зэнги. А, например, Степанован Чалалоглу, известный всем озеро Севан Гёйча, что по-азербайджански означает «красивый». А город Степанакерт, на который сегодня претендует Армения, исторически назывался Хан Кянды, что в переводе с азербайджанского означает «ханское село». Благо, что эти сведения сохранились в энциклопедических изданиях. И базовую роль в этом сыграло то, что после упразднения эреванского ханства и создания армянской в начале 1829 года генерал Паскевич поручил каллежскому асессору Шопену провести камеральную перепись населения Армянской области. Благодаря этому документально зафиксировано факты о численном превосходстве азербайджанского населения над Армянским. Благодаря этому сохранены азербайджанские топонимы, иначе советской Армении их однозначно уничтожили бы бесследно. Этническая чистка титульной нации азербайджанцев началась с 1828 года с начала массового переселения армян из Ирана и Турции в Ириванское, Нахчеванское, Карабахское ханство. Тогда сразу же Грибоедов в своей всеподданнейшей записке императору обратил его внимание на выдавливание местного мусульманского населения. Латентный геноцид азербайджанцев продолжался и после того, как в ноябре 1920 года на исконно азербайджанских землях была создана Советская Армения и уже в 1947 и 1948 годах вышли два указа Сталина о депортации азербайджанцев с их исторических земель. Это беспрецедентный случай даже для СССР. И вот почему. При Сталине в Сибирь депортировали целые нации, казавшиеся вождю народов неблагонадежными. Что же касается азербайджанцев, то провинились не все они, а только те, которые проживали именно в Армении, а не в Азербайджане или Грузии. А это значит, что главы коммунистического режима намеренно очищали Армению от азербайджанцев. Заметьте еще один уникальный факт. Армянская СССР была единственной республикой, где в отличие от всех других республик, вторым секретарем Центрального комитета партии избирался не русский, а армянин. К тому же вторым человеком в руководстве СССР был армянин Анастас Микоян. Это существенно ослабляло надзор Кремля. И благодаря этому еще в советской Армении, где бесконтрольно руководили только армяне, буйным цветом процветал вандализм и системно проводились этнические чистки азербайджанцев. А теперь об этнической чистке архитектуры. Сегодня нет древнего азербайджанского города Еревань. Есть столица Армении Ереван, обезличенный город, новодел. Воинствующий армянский национализм опасен тем, что способен разрушать чужую многовековую культуру. Армянские националисты опасны тем, что умеют втягивать третьи страны в свои провокации против Азербайджана. Между тем, факты сильнее армянской лжи и провокаций. И именно исторические факты, древние источники и географические карты доказывают, такой страны, как Армения на Кавказе никогда раньше не было. Вот почему древние летописцы называли свои труды не историей Армении, а историей армян. Это потом, в советское время, когда придумывалась история новообразованной в 1920 году Армянской республики, название этих летописей начали фальсифицировать и издавать их с искаженным названием как историю Армении. Этими фальсификациями так называемая историческая наука официального Еревана в корне отличается от армянистики Европы и США. Западные ученые, даже армянского происхождения, в отличие от деятелей науки республики Армения, опираются исключительно на те достоверные аргументы, которые противоречат интересам армянских фальсификаторов. Американские армянисты, придерживаясь истины, в своих трудах называют Анатолии ту территорию Турции, которую мир приучен называть Арменией. И за это в современной Армении авторитетных профессоров США подвергают жесткой обструкции. Географическое понятие Армения всегда относилось только к Малой Азии, но не к Кавказу. И эту скрытую под завалами фальсификации историческую правду необходимо довести до мировой общественности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok